друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж торговая сессия вторника это продолжение прежних тенденций которые явно нам на руку потому что мы вовремя продали американскую валюту и поставили на рост рисковых инструментов друзья рынке раздают деньги я очень рассчитываю то что вы сейчас в числе тех трейдеров которые зарабатывают на а тех трендах которые сформировались и неплохо конвертирует вот эти фундаментальные возможности в хорошие приросты по депозитам если это не так то вам точно нужно что-то поменять и на вашем подходе к фундаментальному анализу и может быть опять же принятие более про активную позицию скажем так по развороту в отношении того же самого американского доллара например евро фунта потому что на мой взгляд текущие тренды будут продолжены и так поскольку тенденции не меняются новостной фон особо также серьезных новаторс нам вчера не принес сегодня давайте вкратце индекс американской валюты 91 7 78 то есть здесь уже цель наша сделана я признаться прикрыл большую часть той позиции на сел который открывал много друзья месяцев назад рекомендуем сделать то же самое тем кто все таки ждал снижение американской валюты сейчас хочет уже увидеть на своем счете зафиксированный профит это будет хорошим вознаграждением за именно тот подход и солидарность которой вы придерживались в том числе и в отношении моей точки зрения о том что доллар ранее был очень сильно на уязвим в целом по американской валюте нисходящий тренд сохранить и основной катализатор распродаж доллара это смена стратегии американского регулятора в отношении индекса потребительских цен фактически инфляционное таргетирование которым уже очень много говорили подразумевает отсутствие упреждающего повышения процентной ставки на любой риск роста инфляции выше целевого значения цель прежняя федрезерва это 2 процента сейчас она уже не на фрс правда точно не обозначил на каком уровне находится целевой рубеж но я как уже отмечал скорее всего полагаю это два с половиной даже а три процента в общем как только инфляция прорвется выше двух процентов фрс не будет повышать процентные ставки регулятор в лице паула подтвердил то что он готов работать с более высокими инфляционными ожиданиями и с рекордно низкими ставками если вам нужны дополнительные аргументы в позиции того почему доллар собственно слабел на этом можно конвертнуть все риторику паула в то что он американский регулятор подтвердил приверженности ультра мягкому подходу монетарного стимулирования поэтому друзья у доллара нет шансов выкарабкаться ну по крайней мере сейчас ближайшее время полагаю что до конца недели раз у нас с ожидания плохие по американской статистике по нон-фарм перлс ситуация только для него ухудшится хотя сегодня в 17.00 два важных отчета это аэсэм в производственном секторе сша и индекс аэсэм разгонной инфляции в обоих случаях я жду ухудшение настроений трейдеров которые еще больше усомнятся в перспективах роста американской экономики и это должно дополнительно ударить по позиции на индекса доллара золото растет 1985 золото лучшая страховка от инфляционных рисков это самый надежный хеджевый инструмент и он полностью сейчас оправдывает статуса такого актива 1985 далее 2000 и выше здесь тоже ничего не меняется тоже хочется и верить что вы уже в длинных оппозициях евро против доллара 1.1990 максимум был сегодняшнего дня 1.1996 4 пункта не хватило до цели 1.20 но при тех трендах которые мы видим закрепление евро доллара выше отметки 1.20 это вопрос самого ближайшего времени сейчас европейская валюта котируется на максимуме с мая 18 года и этот тренд сохранится сегодня в 10 55 и в 11 отчета производственного сектора германии в разоны я думаю что статистика на основании последних данных бизнес оптимизма ифа скорее всего превзойдет ожидания экспертов и это может стать дополнительным фактором роста евро ну честно говоря оправдание восходящей динамики на основании национальной статистики это сейчас немножко преувеличенная позиции и значимости этой статистики конечно же статистика практически никакого влияния сейчас на евро не оказывает только одна движущая сила это доллар европейская валюта неплохо использует именно слабости американского конкурента смотрим на кайман 3070 снова перекос значительный катастрофический для общего подхода к анализу позиционирование трейдеров 70 процентов участников рынка сейчас продают европейскую валюту только 30 покупают то есть на основании этого делаем вывод о том что европейская валюта скорее всего с точки зрения психологии рынка должна пойти вверх фунт такая же картина 13408 если если бы для британца сейчас имел бы значение национальный фонд то скорее всего вы бы увидели вчера распродажи больше чем на 100 150 пунктов потому что накануне появились неподтвержденные пока что данные о планах правительства англии повысить налоги на 30 миллиардов фунтов для того чтобы залатать дыры в бюджете и есть новости по брэкзиту они к сожалению негативные друзья я думаю что наверное фон по брэкзиту все-таки изменится но вчера поскольку не было распродаж британца это также позволяет нам сделать вывод о том что мы можем быть спокойными в плане того что что-то неожиданное как бы вмешается в текущий тренд восстановительные британцы и испортит настроение покупателям нет фунт опять же переваривает весь национальный негатив и растет только при поддержке слабого доллара dow jones 28 437 пунктов цель 30 тысяч пунктов остается bitcoin 11700 по-прежнему я уверен то что рынок криптовалют может показать еще довольно неплохое интересное обычая ралли в перспективе ближайших месяцев особенно в случае роста дальнейшего инфляционных ожиданий доллар канадец 1.30 цель по сити 1.28 при такой тенденции слабости американца туда мы сможем добраться уже в перспективе этого месяца по австралийцу сегодня несколько часов назад вышли данные по сути по точнее решение резервного банка австралии по процентной ставки она осталась на прежнем уровне 0 25 сотых процента мягкий комментарий но опять же распродаж австралийца не последовало потому что австралиец это точно такой же рисковый инструмент который отыгрывает уязвимости американского доллара друзья сегодня как я уже отметил ждем статистику по еврозоне и ждем данные по айсм производственной активности в штатах вот основной упор и основная ставка на слабые данные сша которые могут усилить ослабление американского доллара на этом все всем хорошего торгового дня пока